МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Ахова правоу и законных интересов грамадян. Сегодня в Жлобине врачисты открыли новый будинок отдела примусового выконания. Без барьеров внутренних и внешних. Международный день инвалидов означают сегодня во всем свете. Выходят из леса, нападают на подворки и до смерти грызут собак. Дикие волки держатся в страхе несколько лесок Чачерского района. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Лепшие умовы для працы. В Жлобине сегодня открыли будинок отдела примусового выконания. Врачистая церемония, до речи, отбылась на переданні Дня юриста. Открытие нового будинка – это еще один крок до эффективного развития системы. Дмитрий Котов с подробностями. Этот будинок был набитый в 2018 году. Сделан капитальный ремонт, добропарадка на прилеглая территория. Працовать тут будут 25 человек. Комфортные умовы дарыши створены не только для супрацовников, а и же Харо района. По-перше – логистика. Будинок находится в самом центре Жлобина. Побач припына громадского транспорта – это зрушно для наведывальников. По-друге – инфраструктура. Прибудовницей продвиглений специальный подъемник для людей с обижованными макшимостями. Гражданам будет удобно приходить в любое время на прием к судебным исполнителям, в том числе и граждан, которые с ограниченными возможностями для них созданы все необходимые условия. Поэтому все для общества, все для граждан и для защиты их интересов, соответственно, интересов государства судебный исполнитель для этого здесь есть. Шесть годов тому в Беларуси отбулася реформа органов примусового виконання. За ГТЧ – значительно умоцована матеріально-технічная база. Великий крок, сделанный в сфере информационных технологий. Судебные исполнители могут непосредственно со своего рабочего места осуществлять доступ, получения информации относительно наличия имущества, относительно различной информации по должнику, что позволяет очень быстро и эффективно применять меры принудительного воздействия для быстрого и полного исполнения требований исполнительных документов. Судебные виконавцы со своего працовного места мают доступ до 20 баз даденных розных державных органов и организаций. Переважная колькость операций по спогнанию долгов зараз осождествляется выдалено у одрознений от того периода, коли работа продуглеживала обыход кватер и наведывание организации должников. Уже в текущем году посредством внедрения системы АИС-ИДО существенно увеличилось взыскание по исполнительным документам через обращение взыскания на средства, находящиеся на банковских счетах должников, обращаются взыскания на электронные деньги. Можно говорить о том, что в сфере взаимодействия с банковской системой и органами принудительного исполнения налажен полный электронный документооборот. За 11 месяцев этого года судовыми виконавцами нашей краины спогна накаля 1 миллиарда 240 миллионов рублей. Личба унушальная. Тяжко представить, кольки б громадян и организации не отрымали тое, что им належить по праве, без працы этих людей. И еще одна лишьба. Дякуючи судовым виконавцам, все лето в доход краины поступило 110 миллионов рублей. Это на 15 больше, чем за весь 2019 год. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Сажлобина. Завершено расследование криминальной справы об беспарадках на БМЗ, фигурантами якой стали четверо супрацовников холдинга. 17-го жнивня, когда предприемство проходило несанкционованное массовое мероприемство. Подаденных следствия о 12-е године побачь с корпусами завода управления собрался на толп людей, злик у работников завода и тех, кто отгукнулся на заклики организаторов. Вельми активные змагары начали накалять обстановку, выкрикывать лозунги и агитовать людей у войска на территорию промысловой зоны, чтобы спынить вытворчасть. Как стверждает следствие, увы,ник участка митингующих незаконно проникла на территорию БМЗ и заблоковала дорогу, чтобы перешкодить рух технологичному транспорту. Некоторые человек спынили тяжковоз БелАЗ, который доставлял сыровину в цехи, что привело до припынки выплавления стали у трех печах и причинения шкоды предприемству. Люди без предсодержек были, без паса, и в цеха заходить было. Я считаю, что это было последнее дело. Вы виновным себя признаете? Конечно. Признаете. Раскаиваетесь? Естественно. Следшие опытали, каля сотни сведок подеи, проанализовали переписку и виды социальных сеток, а так само записы камер виды назирания завода. По выниках этой работы узбуджена криминальная справа. Сотрудники Следственного комитета установили организаторов и наиболее активных участников беспорядков и возбудили в отношении них уголовное дело. С их участием проведен комплекс следственных действий. Двое из обвиняемых признали вину, раскаялись и приняли меры к возмещению причиненного вреда. К ним применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении третьего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый обвиняемый, гражданин Российской Федерации, скрылся и сейчас находится в розыске. Расследование завершено. Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Сегодня означается День инвалидов. Отповедное решение было принятое Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. Основная задача – еще раз – звернуть увагу громадства на необходность забеспечения для этих людей постоянной социальной обороны и поддержки. До речи, сгодно с Конституцией Республики Беларусь, люди с обмежеванными макчимостями мают ровные правы за всеми гражданами краины. Как эти гарантии реализуются в Гомельской области, ведают наши корреспонденты. Отделение дзенного знаходжения Центра социального обслугования насильства Центрального района сегодня, как и завершенно, открылося о половине девятой годины ранницы. Среди его постоянных наведленников около 30 молодых инвалидов. Не глядяши на его территориальное знаходжение, тут готовые принять гостей из любого района города. Працовать тут совсем непросто. Головное потребование для работников отделения – макчимость супероживать. За проводимыми на протягу восьми годин мероприемствами – реальная допомога тем, кто опынулся у непростой житевой ситуации. У нас постоянно ведутся различные мероприятия с целью реабилитации молодых инвалидов. Также развиваем навыки самообслуживания. Постоянно проводятся занятия гимнастикой, оздоровительные различные. Центр социального обслугования насильства Центрального района – установа запотребованная. В минулом месяце тут створили ясшее одно прационное место. Специально для инвалида-колясочника Александра Тимофеева. Его задача – сустракать наведвальников, які приходят в Центр, в першиню, выслухать их просьбы и накеровать до конкретных специалистов. А про то, Александр примает звонки от одиноких и инвалидов, абдастовцы на дом продуктов харчавання, леков и предметов першой необходности. Кажет, что работа сподобается, тем больше, что пэвный опыт отрымал подчас прасовной реабилитации областным шпиталем инвалидов. Не глядяши на обмежаванной физичной махчымасти, Александр Тимофеев так само активно займается спортом и навыд планует выйти на международный узровень. У меня легкая атлетика, толкание, ядра, метание диска. На данный момент я призер чемпионата Республики Беларусь. Уже трижды призер, первые места трижды уже занимали. Сейчас у нас стоит такая планка, чтобы выехать за рубеж на какие-то международные игры. Во-первых, получить квалификацию, во-вторых, занять там какое-то место, желательно, с первого по третье, чтобы пробиться на паралимпийские игры. Сегодня у Гомельской области проживая больше как 90 тысяч людей с обмежаванными физичными махчимостями. Каляше трех тысяч из них относятся до категории молодые инвалиды. На державную поддержку различать может каждый. Наверное, не глядяши на эпидемическую ситуацию, ответная работа не спиняется. С учетом ограничений посещений, общение с инвалидами осуществляется через социальные сети, мессенджеры, мобильную и телефонную связь. Наши инвалиды имеют возможность подать заявки в территориальные центры социального обслуживания по обеспечению их продуктами питания, лекарственными средствами, товарами первой необходимости. Данную работу проводят как силами работников территориальных центров, так и волонтерами общественных организаций. Хотелось бы сказать, что все мы люди, и если каждый хоть однажды протянет руку инвалиду, то в жизни проблемных у них станет чуть-чуть меньше, а жизнь их будет гораздо лучше. Олег Сенсоров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадио, компания «Гомель». Дикие волки держат в страхе несколько лесок Чачерского района. С начала осенью в Несимковицком сельсовете они загрызли 9 собак. Наш корреспондент Ганна Корольчук отправилась на место здарения, чтобы узнать, как мясовые жихары смагаются с драпежниками. И он как раз сюда, мой собачка, и виску. Я с волкой. Они стоят, когда вы вот такие. Я думала, хоть ничего собаки. Кентя, вот и сходила с собаком. Не один ваш род разъевает, думаю, на меня одна собака. Я мчала пушочек маленький, такого же Николаевна. За его зубы и понес. Со слезами Мария Гулевич вспоминает, як опошний раз бачила своего собаку упомянувший пушок. Восемь ранец и он выбег за вороты, где его чекали два волки. Драпежники навод не сполохались о господине и затягнули собаку в лес. После этого здарения дети Марии Петровны зарабили вольер для курей и заладили все щелины в плоте. На подворке волки по куль не пробираются. Такие выпадки отбываются и в соседних висках. В Несимковичах вытё собаки, який стал охвярой волков, разбудило всех соседей. Так крик такой какой-то, слышно собака кричит. Подхватились на улицу, покуда выбегли, фонарик взяли. А он, короче, тюльбёг, видно такая вот полоса и вот здесь его ухватил. Может или с лесничества собака бёг. Буквально сколько здесь, метров 10. Не добёг до дома. Мы туда-сюда выгнали машину, ещё проехали туда до кладбища, куда там развернули. Жена говорит, что где-то там услышала пискал, собачка там вот такой вот. Всё, потом посмотрели, отсюда следы заход, и мужчины смотрели перед мостом ход. Ну там такая лапа, как моя, такой здоровый. В иншем доме волчица и ее молодое потомство прямо у дворы расправились с пятигодовой немецкой овчаркой. Такое в сельсовете отбывается не в першиню. Уже четвёртый год волки приходят в вёске. Жахары связывают это с так званой зоной спокою. На часцы леса у Несимковичах на 10 годов забронили полевание. В першинх годы всё было как звычайно, а лепотым драпежники отчули свободу. Надеемся ещё, что у нас два года эта проблема может быть и быть, потому что через два года, в 22 году, у нас зону покоя это снимает. С местными жителями мы также проводим работу разъяснительную и говорим о том, чтобы они своих питомцев на ночь не выпускали, чтобы они были во дворах и не было доступа. Потому что в основном у нас собак утащат только тех, которые беспривязно бегают по улице, потому что у нас некоторые жители выпускают на ночь. Ну и так, соответственно, мы с охотниками ведём постоянную работу и говорим, допустим, если только случай был, то где это был, с какой стороны, чтобы они приблизительно знали, где находится этот волк. Люди стали хавать живёл в хлевах и гаражах, проверять огороджен и трывалость, но по вечерах боятся не только за собак, а и за себя. В одиночку истись страшно. Частей за всё от драпежников покутают малонаселенные и отдаленные вёзки, где лес подступает до домов. Сдобыть волка задача неспростых. Его высочивают тыднями. До того же поляуничий может счахлить сброю минимуму 200 метров от населенного пункта. В 2017 году мы добыли 31 волк, потому что, как говорится, было очень мало дикого кабана. А кабан – это дикий, как говорится, холодильник для него. Он ходит постоянно отставших, больных поедает. Немножко кабана этого появилось. Уже в 2018 году мы добыли волка 17 голов. В 2019-2020 год он был без снежного покрова. И уже очень сложно было добыть волка. Найбольше активные волки – в ночные годины. Они доброе ориентуются на мясцовости, могут маскироваться. Жахарам застается только обороняться подручными сродками и спотеваться на допомогу. За минулый месяц, после заворотов сельвиканками, в поляуничьем отрималось сдобыть двух особен. Поляуничьи ведут отстрел шарих драпежников. Допоможа у гэтым – добрый снежный полох. На снизе будут бачные следы. И тогда полевание пойдет больше успехово. А по коль мясцовым жахарам треба быть максимально осторожными и хавать своих живел. Ганна Краечук, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Чачарского района. Доставка леков, электричная вопротка, мобильные додатки и система оповещения об земля трусе. Сегодня в «Гомеле» прошел городский этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Організуя его БРСМ. Об самых цікавых задумках – репортаж Марины Северяновой. Иван хочет стать медиком. До этого я еще далеко. По колью он учится в девятом классе. Для сделать что-нибудь для человечества хочет уже сейчас. Пусть этот травяный сбор для лечения профилактики подагры он придумал разом с одноклассниками. Наткнуло жадание допомогти своему дяду, лякий покутает от этой хворобы. В будущем юнаки плануют сделать сайт по продаже лековых сборов. Каким вы видите развитие своего бизнеса? Вы просто сделаете сбор, будете продавать. Как монетизировать это все, коммерциализировать? Ну вот если мы пройдем на следующий этап, то мы создадим сайт, на котором будет вся представленная информация о подагре. И также будем продавать на нем наш травяный сбор. Узем жадающим юнаки пропонуть продегуставать травяный настой. Смачно, горка, крыху. Сподився, что подагры у меня нема. Но Иван и Данил сказали, что для профилактики это так само добро. На супредстенд с незразумелыми для дилетантов микросхемами. Подходим, пытаемся. Оказывается, благодаря этой системе можно попередживать об земля трусе. А утре – будучи геологи. Проект не складан, особенно в жизни. Только потребность насти инвестора. Покупников будут шукать у основным за мяжей. Проект – это больше импорт. Вы более сейсмоактивный район, так и странный бывший СНГ. И Китай, Япония, там, где сейсмоактивность более вероятна, чем у нас. А еще тут есть мобильный додаток для господаров хатных живел. Проект подоставцы леков с использованием вендинговых аппаратов. Автоматичная система регулировки оттепления. Мобильная гульня и паштуки для вылучшения белорусской мовы. Эксперты кажут, что на таких конкурсах трапляется шмат угодных идей. Многие можно реализовать хоть зараз. Их идеи нужны Беларуси. Мы нуждаемся вот в таком ясном уме, ясных идеях, блестящих проектах. И участвуя уже не первый год в таких вот презентационных кампаниях, я знаю, что многие проекты получили свою реализацию уже в реальной жизни. Ауторы левших проектов представить их на областном конкурсе. Мы обовязково будем надзирать за региональным этапом. Марина Северьянова, Александр Харламбау, телерадиокомпания «Гомель». Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Всего в кузове микроавтобуса находилось тонна горючего. Возбуждено уголовное дело. А в «Гомеле» инспекторы уберегли пешехода от возможного наезда. Тот лежал на проезжей части по улице Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, находился в нетрезвом состоянии. Пока не нашелся неравнодушный водитель, мужчина пролежал на дороге не менее 10 минут. Инспекторы подняли пешехода и передали его медикам. В ГАИ просят не оставаться в стороне в таких ситуациях и вовремя сообщать о случившемся в экстренные службы. В Ельском районе женщина и ее внучка перевернулись на машине из-за кабана, который перебежал им дорогу. Животное внезапно появилось на проезжей части около деревни Чертень. Водитель резко повернула руль и оказалась в кювете. Ее пятилетняя внучка, которая находилась в автокресле, не пострадала. На помощь к пострадавшим вовремя пришел участковый. Он выехал на место ДТП по сообщению о случившемся. Нашел трактор, чтобы перевернуть авто и доставил внучку и ее бабушку домой. За прошедшие сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 5 пожаров. Два человека пострадали, повреждены три строения. В Глушковичах Лечицкого района хозяин получил ожоги при попытке самостоятельно потушить пожар в доме. Мужчину госпитализировали. Предварительная причина – возгорание, неосторожное обращение с огнем при курении. Из-за нарушения правил эксплуатации печи произошел пожар в Гомельском районе. Пострадавших нет. А в Будо-Кошелевском уничтожена крыша и имущество в частном доме. Хозяева допустили неосторожное обращение с огнем. Это все новости к этому часу. Я Александр Гомоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня начинает подготовку к предстоящему матчу отбора на чемпионат Европы 2022 года. 8 декабря белорусы в гостях играют с командой Израиля. Для участия в учебно-тренировочном сборе в Ратомке Александр Савинцев вызвал 18 игроков. В Израиль отправится 14 из них. В расширенном списке представители Гомельской БЧ Максим Евдокимов, Павел Книга и Сергей Селивончик. В РЗ в сборной представят Антон Матвиенко, Дмитрий Рябцев, Владислав Селюк и Евгений Чернейко. В Израиль белорусская команда вылетит 7 декабря. Параллельно в Ратомке на сборе находится юношеская сборная Беларуси по волейболу Ю-17. Под руководством Сергея Лютынского работают 18 игроков. В их числе и воспитанники гомельского волейбола Максимов Сейков, Владислав Ковалев, Антон Белоусов и Дмитрий Озерский. Завершится сбор 10 декабря. Обладатель Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд определится 12 декабря. Финал четырех пройдет на паркете Дворца спорта Уручье в Минске. Полуфиналы состоятся 11 декабря. Гомельская энергия сыграет с Шахтером. Во второй паре сразятся строители марка ВГТУ. Финал и матч за бронзу пройдут 12 декабря. Вопрос с присутствием болельщиков на трибунах пока остается открытым. Однако организаторы обещают прямые трансляции поединков. Путевки на Олимпиаду в Токио боксеры разыграют в апреле 2021 года. Турнир европейской олимпийской квалификации пройдет в Лондоне с 22 по 26 апреля. Соревнования возобновятся с того момента, на котором они были остановлены в 2020 году. Турнир, напомню, проходил в столице Великобритании в марте этого года и был прерван из-за пандемии. За лицензии продолжат борьбу и боксеры из Гомельской области. В списке участников мартовской квалификации были Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Виктория Кебикова и Владислав Смягликов. В Лондоне разыграют путевки на Олимпиаду в Токио в 8 мужских и 5 женских весовых категориях. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.